Привет, друзья! Вы на канале РБ Хоккей, где говорят о хоккее, только о хоккее и ни о чем, кроме хоккея. И на подходе Старый Новый Год, то есть есть лишний повод налить, выпить и еще раз налить, чтобы уже до 20 февраля ни капли в рот, ну и так далее. Сегодня мы морщим репу над матчем ЦСКА Автомобилист, хотя раздумывать там особо нечего. Автомобилист мерзопакостно закончил 2019 год, проиграв даже в Хабаровске. Отвратительно начал год 2020, уступив Магнитогорске. Но сейчас более или менее вышел на режим чередования побед и поражений. То есть нового сваливания в штопор от екатеринбургцев ждать не следует, но и 20-матчевыми победными сериями тоже как-то не пахнет. Начнет плей-офф дома – хорошо. Не начнет – ну бывает, жизнь вообще сложная штука. В общем, Автомобилист спокойно доигрывает себе регулярку, не заморачиваясь результатами. У ЦСКА все намного сложнее, потому что лидерам вообще легко не бывает. А титул действующего чемпиона действует на соперников как красная тряпка на БК. Особенно на соперников из нижней части турнирной таблицы. Ведь, как говорят некоторые горе-руководители клубов, он – да, сезон провален, да, в плей-офф не попали и вообще заняли нацятое место. Зато обыграли действующих чемпионов – ага. И теперь их, этих руководителей, вроде бы, как не за что спускать с лестницы, бросая в спину чемодан с личными вещами. И хоть автомобилист у нас нынче идет по разряду грандов и почти олигархов, но грохнуть коней для них – святое дело. Правда, есть подозрение, что святого дела на этот раз не будет. Как раз по той причине, которая была названа выше. Автомобилисту надо спокойно доиграть регулярку, по возможности не переполняя лазарет. Поэтому и надрывать пупы в столице нашей Родины сакрального смысла нет. А это означает, что ЦСКА победит не без тревог и волнений, но в основное время. Возможно, даже с минимальным преимуществом, но, скорее всего, в пару шайб. Фанбет за такую ставку купюропечатный станок вам, конечно, не включит, но мелочь на кофе и курево даст. Что же касается других матчей, других прогнозов, то подписывайтесь на канал РБ Хоккей, если этого еще не сделали. Здесь прогнозов мало не бывает. Редактор субтитров А.Семкин